Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы Шауа Тол Хорошей недели Наша новая книга называется Книговая икра Очень много законов Хотя в наше время не все законы можно выполнить У нас есть 613 заповедей Мы это знаем Но в наше время мы можем исполнить только 207 заповедей Но мы хорошо должны знать остальные заповеди Невзирая ни на что И это наша прямая обязанность учить Тору Даже если мы не понимаем для чего это нужно Это нас не должно интересовать Всевышний стал учить Учите и старайтесь выполнять Начинается с того что Маше Маше хочет быть со всеми наравне Он стоит Он свое повеление все выполнил Вывел народ из страны египетской Он был на горе Получил Тору Он все передал как Всевышний сказал Он передал как строить храм Храм построили все досконально выполнено И теперь Маше считает себя уже Среди народа наравне Он понимал что теперь уже не нужно ему Выполнять дальше заповеди Дальше есть люди более достойные Вот допустим у брата Гарон Или там есть праведник Ури Ури это Папа Бицелеля Мы о нем мало знаем Но вот так наша устная традиция передает Очевидно был очень выдающийся человек И много других выдающихся людей И он считал сейчас Всевышний поручит им Вести дальше Служу в храме Выполнять эти обязанности И поэтому не осмелился даже И поприблизиться к храму Но Всевышний ему повелел Войти И он нам говорит так Если человек желает Принести жертву Жертву всесожжения Почему человек должен приносить жертву всесожжения У нас есть заповедь У нас есть 365 запретов Это заповедь Которая говорит Не делай И есть у нас 248 повелений Это заповеди Которые говорят нам делай Вот если человек нарушает заповеди Которые говорят делай Повеления То в этом случае Человек ошибся Нарушил такую заповедь Или не выполнил Он должен Принести жертву всесожжения Если нарушил запрет То тогда Он приносит жертву грехоочистительную Ну и так далее Мы будем потом это разбирать Вот он В состоянии Принести Крупное животное Человек богатый Быка Он приводит Быка в храм Тоже он должен быть Без единого недостатка Без пороков Режет Быка То есть Не тора не говорит Что коины должны резать Быка Можешь резать сам Умеешь это резать Обученный человек Пожалуйста Можешь резать Быка А вот Крову же Собирает коины Специальную окропивницу И плещет Ее На жертву В данном случае Окропляет жертву Со всех сторон Жертву Который возгреб Медный жертву После этого Он разделывает Жертву На части Внутренности Вымывает Нечистоты Убирает Шкура Убирает И Все это Коины Сжигают На жертвеннике Что остается Коину В награду Шкура Животного Коин 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 Приносит жертву Ему Достается В награду Шкура Вот так вот Больше ничего Никто ничего Из этой жертвы Есть не будет Что касается Если Это жертвоприношение Баран То же самое Человек даже Принес Зарезал Коины Собрали кров Окропили жертвы Со всех сторон После этого Сожгли Тушу Голову Голень Все сожгли На четыре части Все разделено Сожгли Тоже Шкура Достается Коину Коин Который Ее резал Но у человека Не всегда Есть Деньги Принеси Такое животное Не все люди Богатые Он может Принести Голубей Или двух молодых Домашних Голубей Или двух Дитих Голубей И то и то Разрешено Человек Принесит Голубя И Коин Отсекает ему Специальный Ноготь На большом Пальце Есть ноготь Который Отращивается И он Отсекает ему Голову Полностью Отсек Кров Выцелил На стенку Жертвенника Крылья Надорвал Но не отделил Полностью От ушки И целиком Сжигает Этого Голубя На огне Жертвенника Да Это неприятно Потому что Запах Горящих Перев Неприятен Но Опозорить Бедного Человека Хуже Этого Нет Поэтому Потому что Чтобы человек Не был Опозорен Голубя Целиком Сжигает Чтобы Видно Было Что-то И Тогда Ему Жертва Так же Засчитывается Как И богатому Который Принес Бока А если Человека Нет Этого Он Может Принести Муки Принес Муку И Принес Ароматную Смолу Это Смола Из Фруктовых Деревьев Коин Берет Тремя Пальцевые Зачерпывает Муку Со Всего Количества Муки Назвается Поминальная Часть И Там Идет Еще Это Смола Этого Дерева И все Это Сжигает Остальную Муку Коины Обязаны Есть Вот так Вот Всевышний Особок Ценит Жертву Бедняков Вот Вот это Заповеди Которая Касается Жертвы Всесожжения Обычно Обычно Если мы Приносим Жертвы Сожжения То С быком Приносится И мука Смешанная С оливковым Маслом Это Не обязательно Первой Частоты Как для Миноры Может быть Не самых Лучших Олив Не Самые Первые Выжимки Вообще Смешали С маслом Допустим На быка Идет Три десятых Эйфы Муки И смешивается С полгина Оливкового Масла И Сжигается Это все Сжигается Это смесь Там не на Поминальную часть Там сжигается Все Это Жертвы Всесожжения В общем Сколько Это Эйфа Муки Максимально Что я читал В молитве Никит То это Тридцать Девять Литров То есть Тридесятых Эйфы Это Три Амера Муки Это Около Двенадцати Литров Такая Банка Муки А масло Гин Это Шесть Литров Если Это Полгина То Это Будет Три Литра Масла Смешали Сожгли С быком А Если Это Баран То Сжигается Тогда Не Тридесятых Эйфы А Две Десятых Эйфы Ну И масло Ответственно Сжигается Не Полгина А Тридь Гина Если Это Огненок То Сжигается Муки Один Амер То есть Одна Десятая Эйфы И Масло Идет Четверть Гина То есть Полтора Литра И Тогда Получается Смесь Намного Мягче Чем С Баран И С Быком Пропорции Не Знаю Почему Так Декун Торы Так Пишут Вот Так Вот В общем Мы сейчас Говорили О заповедях Которые Говорят Делай Завтра Продолжим На сегодня Наш урок Заканчивается Урок Был дан За поедем души Мойша Бен Давид Берта Бат Исраэль Памятью Яков Бен Ахум Узвира Бен Григорий Павел Бен Ефим За здоровье Светлана Бат Клара Шолем Йона Бен Цара Светлана Бат Клара Инна Бат Мира Шимон Бен Ицхак Борис Бен Мария Анна Бат Ривка Полина Перв Бат Соня Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Ифим Бен Эстер Двойра Бат Мирьям Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берта Евгений Бат Ида Фира Бат Анна Геннадия Бен Маня Елена Бат Инесса Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Цара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Малка Руд Бат Соня Юлия Бат Белла Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мир Фейга Бат Берта Ася Бат Года Мар Бен Нина Йосиф Бен Фрума Леор Бен Клара Рафаэль Бен Клара Ханна Цепора Бат Сара Ида Бен Хая Авива Ефим Бен Соня Май Бат Фаина Клара Бат Броня Алексей Бен Ольга Гая Бат Царит Маслов Парсас Глова Ирина Батури Арон Ари Бен Нури Захарош Шадух Арон Ари Бен Двой Рогиз Бен Нахум Авигаль Бат Цара Ханна Бат Аврагам Рафаэль Рилей Бен Лариса Парас Желаю Крикчайшего Здоровья И пусть Скоро Закончится Страшная Война Еще раз Шавлотов И до Следующих Встреч Которая Надеюсь Состоится Завтра В 15 Часов Шалом